Братья и сестры, дорогие друзья, всех сердечно приветствую в это радостное воскресное утро. Хорошо, что мы можем снова собраться, поклониться нашему Господу. И, друзья, у меня была цель перед началом, чтобы мы помолились, коротко, не сказать слово, точнее, коротко, да, и мы помолились все, чтобы призвать нас к молитве. И хотелось бы рассказать одну историю, это когда-то давно в Израиле, в Иерусалиме, 2000 лет назад, был праздник кущий. И праздник кущий, он длится 7 дней. Но этот праздник в мессианстве, да, он оказывает на тысячелетнее царство, что некогда будет Иисус Христос царствовать, да. И вот они празднуют этот праздник кущий, израильтяне, да, в Иерусалиме, и все паломники, которые туда пришли, много народу, радость большая. И каждый день в этот праздник, во все 7 дней праздника, ну, даже 8, каждое утро, вот только начинается рассвет, только солнце встает, в этот момент священники, они приходят к купальне Силаам. Помните, да, такую купальню? Они приходят к ней, подчерпывают оттуда воды из золотой сосуд, подчерпывают ее, за этим зрелищем наблюдают все остальные, все, кто пришли на этот праздник, они смотрят, как это происходит, они подчерпывают воду и идут с этой водой в храм. Они идут торжественно, проходят мимо некоторых определенных зданий, и в этот момент начинает звучать звук трубы, сначала короткие такие звуки трубы, потом больше, шире, шире, громче они начинают быть. Они приходят в храм, и там эту воду они приносят, как в жертву, вместе с вином, который они приносят в храме. И вот такое торжество, все на это наблюдают, видят, какое же это служение Богу, как это величественно, они все это смотрят, наблюдают за этим. И вот это первый день проходит, проходит второй день, третий, и так до седьмого, и так даже до восьмого дня. И вот восьмой день, когда снова вот это проходит, процессия, да, священники проходят, вокруг них паломники, все смотрят на это зрелище, и вдруг в этот момент слышатся слова. И я эти слова сейчас прочитаю. Это Евангелие от Иоанна, седьмая глава, с 37 по 39 стихи. Друзья, то есть удивительно, да, вот проходит эта процессия, они несут эту воду, они ее, как бы, проносят мимо, они, ну, что-то, как бы, как некогда было им сказано. Да, да, исполнять закон, и вот они исполняют его, они как-то почерпывают, да, и несут. А тут стоит рядом тот, вообще, для которого они это делают. Ну, мы же знаем, что Ветхий Завет, до рождения Иисуса Христа, то есть, да, время, это то время, когда исполнялись, как бы, как тень, ну, как называется, тень будущих благ. То есть, когда исполнялся закон, указывая на то, что будет дальше. Ну, допустим, что приносились жертвы, там, овцы приносились, да, за грех. Это указывало на Иисуса Христа, который пострадал впоследствии. Потому что жертвы, там, овцы, они не могли греха человека искупить. Никакая жертва, да, только Христос. И так далее, и множество, множество, множество различных таких образов было. И вот один из образов, это была вода. Вот они почерпывают ее, несут, и такая радость у них, у них такое торжество. А тут, оказывается, рядом с ними стоит тот, для которого они все это делают. И он говорит, что, говорит, кто жаждет, подходи ко мне и пей, иди ко мне и пей. Оказывается, вода живая не там, в купальне села. Вода живая у Христа. И, друзья, вот удивительно, ну, порой люди, источники, да, другие выбирают воды. Вот как бы довольствуются вот этой водой, ну, как из купальне села, да, исполняют закон, да, вот как некогда евреи. А рядом стоит вода живая. Еще один текст прочитаю. Это из пророков, из Иеремии. Такой текст Иеремия, 2 глава, 13 стих. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вот Господь говорит, да, что некогда, ну, те же израильтяне, да, еще в Ветхом Завете, он говорит, они, говорит, два зла сделали. Какие? Он говорит, меня, источник воды живой, они оставили, и высекли себе какие-то новые водоемы. И из них черпают теперь, да, из них теперь черпают золотыми сосудами и идут, да, вот, в храм. Там, ну, он, понятное дело, он необычный о воде говорил. Не то, чтобы там, вот, есть какой-то Христов, да, источник, и все это в мире Божьем, да. Не об этом речь. Господь говорил здесь о другом, что они служить стали, не мне, говорит, они служить стали иным богам, они стали, они отвергли меня, источник воды живой. И причем, вот, во-первых, да, их первое зло, и отвергли источник воды живой, а второе зло какое, что высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Друзья, вот, в нашей жизни что-то может быть подобное, когда мы своей жизнью, головой своей жизни избираем не Господа, а, к примеру, себя, да, и это тоже дело поклонства. Или развлечения, или какие-нибудь, да, развлечения, увлечения различные, да, которые покоя человеку не приносят. Кто-то доходит до того в депрессиях, да, употребляет алкоголь, и вот в нем он пытается найти удовлетворение, ну, и он больше и больше употребляет, а сердце мира не находит. Кто-то пытается путешествовать много, думает, что в путешествиях радость, в путешествиях счастье, путешествует, а ничего не получается. Радости нет, мира нет, беспокойство в сердце, оно не проходит, потому что водоем разбитый, потому что водоем, который не может держать воды. Друзья, так бывает у людей, тех, кто не верует в Господа, подобно и у верующих, у него тоже есть такое. Когда мы отвлекаемся от Христа, когда мы увлекаемся чем-то другим, и покоя в сердце нет, и мы пытаемся это чем-то заменить, может быть, даже и служением каким-то Богу пытаемся как-то сделать это красиво, торжественно, а в сердце покоя нет, в сердце мира нет. И, друзья, вот как-то помню Ванина, там раньше, когда поезд сюда ездил, с Хабаровска до Ванина, там высокогорные проезжали, и там такая, ну, почему высокогорные, потому что там высоко надо было подниматься, потом там сделали тоннель, и теперь под холмом как бы проезжает поезд. А раньше он поднимался высоко, и там было такое место, где был источник очень вкусной воды, и там поезд даже останавливался, и те, кто хотели, они могли себе этой воды набрать, попить, попробовать. Я лично этой воды не пробовал, но слышал много, что вот кто наливает себе там какие-то, ну, кто-то даже специально ехал, брал с собой тары, набирали этой воды, и все пробуют вкусная вода, пробуют очень вкусная вода. Ну, а домой приезжаешь, естественно, там, из-под крана наливаешь, ну, конечно, не такая вода, совершенно другая. И кто-то, может быть, мог проезжать, да, и не пробовать, и никогда и не пробовать эту воду, да. Друзья, или вот как мы помните песню с вами поем, что вот буквально в пятницу мы пели песню о том, что вот есть колодец, да, с водой живой, с водой такой кристальной, чистой, прекрасной, такой приятной, и люди мимо идут, и не замечают этого колодца. Идут, и живут без него, да, как-то, и как-то не пробуют, ну, как же так, попробуйте, да, это же приятно, это же вкусная вода. Хватит пить вот эту воду из разбитых водоемов, которая не такая вкусная, которая не даст удовлетворения. Или, как помните, некогда, когда Агарь, служанка Авраама, да, она отправлена была в Египет за то, что, ну, ее сын, он насмехался, да, над Исааком. И вот она идет, точнее, по пустыне она шла, не в Египет, а по пустыне она шла, и идет она, и они оба вас жаждали, да, и сына, и она, пить хотят, пить нечего, и сыну уже плохо, ей тоже плохо. Она уходит от сына, потому что ей тяжело на него смотреть, на то, как он умирает, ей тяжело. И вот вдруг она слышит голос, да, ангела, он говорит, услышан вопль от рука твоего, да, и она смотрит, видит колодец, почерпает воды и дает своему сыну, и он снова живет. Друзья, вот удивительно, они были рядом с вас спасением, да, и вот, видимо, я не думаю, что этот колодец там из земли появился, нет, он там был, но они его не видели. И, друзья, вот подобно, хотелось бы, чтобы мы тоже об этом задумывались, что в нашей жизни Христос, Он совсем рядом с нами, Он вот как бы стоит и говорит, я, Есмь, вода живая. Кто жаждет, кто уже устал от этой жизни, кто уже устал от того, чтобы жить в грехе, в суете, в бесцельности, приходи ко мне и пей. И еще Он говорит приходящего, не изгоню вон. Он не говорит, приходите ко мне святые, Он не говорит, приходите ко мне какие-то такие величественные, нет, какой есть, вот какой сейчас есть, вот такой и приходи. И жаждать больше не будешь, и воду пить будешь живую. Друзья, давайте мы вместе будем молиться, благодарить Бога, те, кто уже имеет эту воду живую, будем дорожить этой водой, Христом, да, будем дорожить им. Тем, что Он в нашем сердце есть, а тем, кто еще Христа не принял, не медлите его принять, не медлите, не проходите мимо этого колодца, потому что в нем есть настоящее счастье, в нем есть вода живая. Аминь. Аминь.